В этом году набрали и 10 класс, и 1 класс, то есть у нас полное среднее образование. Заместитель директора Друбинской среднеобщеобразовательной школы показывает исполняющему полномочия главы городского округа условия, в которых учатся дети с 7 и 18 лет. В минувшем году половина из выпускников набрали на ЕГЭ по трем предметам более 200 баллов. Во время каникул в учебных кабинетах на первом и втором этажах заменили старые окна. В первый класс закуплена мебель, оснащены реактивами и приборами кабинета химии и физики. Детей становится больше, конечно же, по определенным сейчас нормам нужны мастерские. Сейчас эти площади заняты, потому что в свое время, еще 10 лет назад, у нас в школе всего лишь было 100 человек, и мы, конечно, этими мастерскими пожертвовали детскому саду, который у нас сейчас филиал. Тесноватые в самом детском саду, а с 1 сентября детей записалось еще больше. На 50 человек здесь помещение рассчитано, но с 1 сентября 61. Поэтому хочется, конечно, нам, чтобы немножко расшириться. Просят жителей открыть в Трубино сад Ясли. Большинство мам выходят на работу раньше окончания декретного отпуска. По мощности новое учреждение должно быть вдвое больше нынешнего. Эту работу продолжим. Я жителям сказал, что готов дополнительно обращаться в Министерство образования о том, чтобы доказывать необходимость строительства нового детского сада. Фейшерско-акушерский пункт в Литвиново на днях переехал из старого здания в отремонтированное помещение и теперь отвечает требованиям доступной среды. Персонал оказывает детям и взрослым первичную помощь. Если понадобится, в медпункте примут срочные роды. Здесь все есть. Все укладки, все есть. Работают процедурные и прививочные кабинеты. По расписанию приезжают другие врачи. Все работают, все врачи есть. Приезжают специалисты, невролог, хирург, педиатр, терапевт. Люди приходят в смену по 10-15 человек. Несколько месяцев назад я был, когда еще этот фейшерско-акушерский пункт только строился, когда там велись отделочная работа. Сегодня я уже видел, как ремонт закончен. Была привезена мебель, оборудование для работы. На сегодняшний день есть такой современный оборудованный фейшерско-акушерский пункт. Исполняющему полномочия главы показали инфраструктурные объекты кинологического центра Федеральной таможенной службы, расположенного в деревне Орлова. Наряду с учебными корпусами база располагает плавательным бассейном, спортзалом, помещениями для проживания персонала и вольерами для четвероногих питомцев, которых здесь обучают службе на посту досмотра в аэропортах. Активное дачное строительство и растущая потребность водоснабжения и домовладения ставят перед местными властями вопросы о перестройке коммунальной инфраструктуры. В Орлове таким узким местом являются очистные сооружения, размещенные на территории кинологического центра. Треть от общего объёма образующихся стоков приходится на сам центр, остальное поступает от населения. На закрытой встрече руководства центра с исполняющим полномочия главы округа речь шла о дальнейшей эксплуатации очистных. В поселении оно развивается, осваиваются участки, конечно необходимо будет жителям предоставлять и воду, и в том числе и канализование. Поручил сотрудникам водоканала на следующей неделе ещё раз вернуться к рассмотрению этого вопроса, создать комиссию, провести обследование. И после этого уже более детально с руководством кинологического центра будем говорить о том, какие шаги возможно сделать, возможно ли это передать ведение водоканала. Спорткомплекс Литвиново – мощная база. Здесь активно развиваются различные виды спорта. Есть своя команда по жиму, штанге, лёжа, футбольная, ну а специализируется в Литвиново на хоккее. Вот она, та самая хоккейная коробочка, где воспитывались не одно поколение спортсменов. Свой клуб СК Литвиново занимает призовые места на районе и в области. Раньше других в Литвиново выполнили программу создания благоприятной комфортной среды по строительству детских игровых площадок и зон тихого отдыха. На днях у дома 6 закончили монтаж игрового комплекса с подвесным мостом и верёвочными лесенками. Поселение в очень хорошем состоянии, поддерживается, ухаживается, значит, динамично развивается. И уверен, что в будущем останется на таком же высоком уровне, как сегодня. Михаил Налётов, Александр Орожевский, Щёлковское телевидение.